Виноградная плантация с пробирки. Под Минском белорусские ученые выросли больше за 500 сортов винограда. Среди их 50 видов кишмишу. Плошь и плантация маль 2 гектары. Урожай из малых кустов по кульне-веолейке, а солодких ягод хопает для демонстрации урожаю на выставах. Больше зато и на плантации каждый кустик винограда выросли у пробирцы. Подробности в сюжете Наталья Кедзик. 500 сортов на 2 гектарах земли. Виноградной плантации занимается виноградом Владимир Устинов 20 годов. Али высаживает экспериментальную плантацию, польшау поздней, из некольких кустиков. А сёння с гонором кашто экзотичные ягоды. На плантации подмеска воспевают навод кусты кишмишу. Усягу больше за 50 сортов. У нас на сегодняшний день собрана уникальная ампилографическая коллекция, состоящая из более чем 500 сортов винограда. На такой широте северной нигде в мире нет такого разнообразия сортового. У коллекции виноградера перевожают винные сорты. Ягоды на таких кустах маленькие, а лупина толстая и великая поплоще. Тому водор вина отремливается больше насыщенным. У сты винограда, якие растут на экспериментальной пляцовце, першопошатково выглядают минавито так. Мерыстэму у померы не больше за 0,1 мм помешают у пробирку. Усе работы проходят под микроскопом. У пробирцы створена стырильная асяродия. Мерыстэма, альбо маленькую частку пошки сортового винограда у новую пробирку пересаживают каждый месяц. И пока мерыстэма растеет, она может давать еще десятки тысяч паростков. Высаживать у грунт их можно празгод. Мы не трогаем генетическую структуру растения. Мы не занимаемся генетическими модификациями организмов и не получаем никакие новые формы растений. Мы размножаем растения точно так, как оно размножается в природе. Точно таким методом зеленого черенкования. За исключением того, что мы берем очень маленькую часть растения и высаживаем ее на искусственные питательные среды, вместо того, чтобы использовать торф. Больше зато и рослины, выращенные у пробирцы, мают мудзны иммунитеты и охаваны от хвороба. Уголовные куст винограду затем высадить побыш со здоровыми рослинами и регулярно проводить опрацовку. Дароче, виноградные кусты, выращенные под Минском, морозоустойливые. Некоторые сорты не загинуть. Зимой, навыд при минус 30-ти. Достатково только из восени. Утеплить корнявую систему. Север Минской, вся Витебская область позволяет полноценно выращивать и ежегодно иметь урожай за счет того, что в домашних условиях можно запросто обеспечить укрытие на зиму и обеспечить ему стопроцентную перезимовку. З одного виноградного куста можно сбирать до 5 кг солодких ягод. Алипакуль на плантации молодые рослины дают невеликие урожаи. Алипраз 2-3 годы на прилавках з'явятся зеленые и синие ягоды от белорусских виноградаров. Наталья Кезик и Андрей Христин. Агентство Талиновин.